В Москве жены и матери мобилизованных устроили митинг у здания Минобороны. Участницы акции протеста пришли с плакатами, в которых требуют вернуть своих мужей и сыновей из фронта, а также установить конкретные сроки службы. Россиянки надеются на встречу с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже наконец-то начал решать нашу проблему. Участницы акции протеста отметили, что у здания министерства за ними следят и снимают неизвестные. В связи с этим женщины вызвали на место полицию. Впрочем, правоохранительные органы приехали за ними. На место митинга прибыл автозак, несмотря на то, что на акцию протеста пришли женщины с детьми. С маленькими детьми в автозак планируют. Спустя некоторое время к женщинам подошли сотрудники правоохранительных органов. Они потребовали от них окончить митинг, на что участницы акции протеста ответили, что никуда не пойдут. Мы пришли с конкретными требованиями. У меня есть обращение. У девочек есть личное обращение, чтобы мы могли их передать и чтобы нам дали. Мы хотим приема. Мы хотим приема с министром. Однако россиянок заверили, что к ним никто не выйдет. Мол, акция протеста ничего не решат, а возвращение мобилизованных домой – не дело Минобороны. Это же не их работа. В работе выполнять какие-то свои функции. В смысле, а чья это работа тогда? Какая? Возвращать мобилизованных. Отметим, в России набирают обороты движение жен мобилизованных, которое объединяет матерей, сестер, дочерей и отцов российских мужчин, принудительно мобилизованных на войну. Движение становится более организованным и постепенно радикализуется. К примеру, в феврале этого года в центре Москвы состоялась массовая акция, в которой жены мобилизованных требовали от власти вернуть оккупантов домой. Однако она закончилась традиционно для всех российских акций протеста. Возле здания Кремля силовики тогда сдержали 27 человек. Субтитры создавал DimaTorzok